В сентябре 44-го года были закрыты авиабазы Соединенных Штатов в районе Мирграда и Полтавы, предназначенные для челночных бомбардировок Германии и Венгрии. Официальной причиной прекращения этого сотрудничества союзников было быстрое продвижение западного и восточного фронтов к границам Германии. Челночные бомбардировки явно теряли свой смысл. Перед эвакуацией из Полтавы американское авиационное командование обратилось к личному составу. Вот короткая цитата из этого обращения. «Место, где ты был раньше, было оккупировано врагом. Русские убрали бомбы замедленного действия и мины, сброшенные немцами 21 июня 1944 года, и убирая их, они понесли большие жертвы. Бомбы были предназначены для американских самолетов и личного состава. Ни одна другая нация не сделала для нас так много, сколько сделали для нас русские». Расставание в Полтаве и Мергороде было теплым, но давно ожидаемым. Дело в том, что советскому военно-политическому руководству американский контингент в Полтаве и Мергороде доставлял немало хлопот. Слишком вопиющими были различия в тех условиях, в которых воюют американские и русские народы. Как они одеты, как питаются, как отдыхают. Слишком невыгодным для советского строя было сравнение того, как живет американский солдат и солдат русский. В период подготовки советских аэродромов к приему тяжелых американских бомбардировщиков необходимо было на взлетно-посадочных полосах уложить тысячи стальных листов. Конечно же, у нас этой тяжелейшей работой занимались женщины, что привело в ужас американцев, и они через несколько дней по воздуху прислали несколько специальных тракторов-листоукладчиков. То же самое повторялось и с другой аэродромной техникой. Вопиющую безответственность советского государства по отношению к жизни собственных граждан скрыть было невозможно, и поэтому наши политработники были искренне рады, когда им удалось выпроводить американцев из Полтавы и Мергорода. Как однажды написал Гоголь, и еще бы они знали нас! Гоголь, и еще бы они знали нас! Первая ракета, начиненная одной тонной взрывчатки Фау-2, упала на жилые кварталы Лондона 8 сентября. Погибли несколько десятков мирных жителей британской столицы. Погибшие уже никогда не узнают, что они стали первыми жертвами новой эпохи. Эпохи баллистических, космических ракет, списки благодеяний, которые полет Юрия Гагарина и высадка на Луну, и запуски спутников, и достижения Марса и Венеры, и современная космическая связь. Конечно, и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах были и свои ракетные гении, но неоспоримое большое значение тех научно-технических разработок, которые были совершены в Третьем Рейхе под руководством инженера Вернера фон Брауна и генерала Вальтера Дорнбергера. В сентябре 1944 года союзническую драму переживала Финляндия. У страны тысячи озер не оставалось иного выхода, кроме измены своему верному многолетнему союзнику гитлеровской Германии. В кабинете Сталина в первые две недели сентября отмечено постоянное присутствие ленинградского партийного лидера Андрея Жданова. Советский вождь и учитель вдалбливал в голову Андрея Александровича все возможные варианты на переговорах с финскими политическими и военными руководителями. Жданов заучивал наизусть. Финны откладывать неизбежный разрыв с Германией не могли. Красная армия в любой день могла появиться и в Хельсинки. Хотя и Маннергейму, и финским политикам хотелось занять нейтральное положение по отношению к Германии. Но великие державы, особенно одна из них, стоявшая на пороге, настойчиво требовали объявления войны Третьему рейху. 2 сентября 1944 года в своем летнем дворце президент Финляндии Карл Густав Эмиль Маннергейм принял двух немецких генералов. Одним из них был представитель ОКВ финской ставки генерал пехоты Вальтер Эрфурт, вторым командующий 20-й горноэгерской армией генерал-полковник Лотар Риндулич. Во встрече также участвовали два финские генерала пехоты, министр обороны Финляндии Карл Вальден и начальник финского генерального штаба Аксель Хейнрикс. В ходе этого совещания чувствовалось какое-то подавленное настроение. Возможно, потому, что немцы знали о том, что уже на протяжении трех суток между Москвой и Хельсинки продолжаются прямые контакты. Позднее об этой встрече Эрфурт вспоминал так. Я цитирую. Финские генералы пребывали в весьма подавленном состоянии. Маннергейм, который обычно бывал блестящим собеседником, был молчалив и явно поглощен своими мыслями. Политические вопросы не затрагивались. Случайная попытка Риндулича перевести разговор на волнующий всех злободневные вопросы разбилась об преисполненную достоинство неприступность Маннергейма и неразговорчивость его генералов. Было такое чувство, что сидишь в доме в полном скорби, откуда еще не вынесли покойника. Давайте оценим яркий образ, нарисованный Эрфуртом. Действительно, в те сентябрьские дни домом в полном скорби была Финляндия, вынужденная прекратить вооруженное сопротивление, а покойникам, которого еще не вынесли, но вот-вот собирались выносить, было финско-немецкое товарищество по оружию. Главные германские позиции Финляндии находились на севере Суоми. В случае ухода немецких войск уязвимой оказывалась Норвегия, которой Гитлер крайне дорожил. Во-первых, из-за баз для военно-морского флота. Во-вторых, Норвегия всегда рассматривалась Гитлером в качестве плацдарма для атаки против Северной Германии и Дании. В-третьих, никелевая руда из Пиццама была важнейшим сырьем для вермахта. Самым действующим советским флотом неожиданно оказался Северный. Северный флот был гораздо слабее и Черноморского, и Балтийского по своему составу. У Советского Союза на севере перед нападением Германии было всего лишь 8 эсминцев, 7 сторожевых кораблей и 15 подводных лодок. Было еще 2 тральщика, 15 катеров и один минный заградитель. Советские стратеги, готовясь к войне на чужих территориях, усиливали запертые, как в консервных банках, Черноморский и Балтийский флоты и мало внимания обращали на развитие флота, имеющего свободный выход в Мировой океан на незамерзающем Баренцевом море. По ходу войны значение Северного флота постоянно возрастало. Его пришлось усиливать, перевозируя корабли и подводные лодки из Балтики и Тихого океана. Командовал Северным флотом один из лучших советских морских начальников адмирал Арсений Головко. Северный флот обеспечивал проводку арктических союзных конвоев в Мурманске, Архангельске, помогал сухопутным войскам в обороне Кольского полуострова. Подводные лодки, их число увеличилось до 26, нанесли немалый урон немецкому транспортному флоту. Североморцы и на суше имели свой оборонительный район на полуостровах Средней и Рыбачьей, где успешно оборонялась морская пехота. Одним из самых известных в мире отрядов специального назначения командовал на Севере легендарный разведчик Виктор Николаевич Леонов. Родился в подмосковном городке Зарайске в 1916 году. Начинал войну рядовым, затем командир отделения разведчиков и командир разведотряда. Рейды командос под руководством Виктора Леонова в северных областях Финляндии и Норвегии вознесли его в элиту выдающихся воинов Второй мировой войны. У Виктора Николаевича была своя система подготовки бойцов спецназа, рукопашный комплекс, русский стиль ведения единоборства. Отряд Виктора Леонова в суровых полярных условиях словно из белого снега и тумана возникал в тылу врага. Нередко леоновцы использовали олень неупряжки. Непревзойденным полярным лисом остался в истории войны дважды герой Советского Союза Виктор Николаевич Леонов. Во второй половине дня 2 сентября 1944 года Маннергейм передал личное послание на имя рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера, в котором он убедительно мотивировал невозможность для Финляндии продолжать участвовать в войне против Советского Союза. В своем письме, в частности, Маннергейм писал, я цитирую, «Мы больше не можем позволить себе подобное кровопускание, чтобы не поставить под угрозу дальнейшее существование маленькой финской нации. Фины, безусловно, физически не в состоянии продолжать затяжную войну». Бывший генерал русской службы и георгиевский кавалер оставил нам уникальный пример единственной оправданной политики, которая обусловлена не идеологическими соображениями, а единственным разумным обоснованием, желанием сберечь свой собственный народ. Эта политика была совершенно никогда непонятна в сталинском Кремле, бесчисленные Сталины, Ежовы и Жуковы, которого всегда только цинично употребляли свой собственный народ. И утешаться нам остается только тем, что пример такого выдающегося политика и военачальника, как Маннергейм, будущее независимой Финляндии воспитала Российская империя. Вечером 2 сентября 1944 года финский парламент 113 голосами «за» против 46 одобрил условия, предложенные парламенту министром иностранных дел Финляндии Энкелем, в которых содержались советские требования о прекращении войны между Советским Союзом и Финляндией. Главным из этих требований было признание Финляндии условий Московского мирного договора марта 1940 года. В соответствии с представленными Энкелем парламенту советскими требованиями, все немецкие войска должны были покинуть территорию Финляндии до 15 сентября 1944 года. А те из них, которые бы остались на территории страны после этой даты, подлежали безусловному интернированию. 15 сентября 1944 года случилось неизбежное. Финляндия объявила войну Германии. Если в южной части Финляндии немцев предупредили заранее, и они успели эвакуировать свои учреждения, экономические представительства, госпитали, персонал консульств и посольства, то на севере Финляндии вермахт не спешил оставить свои позиции в условиях северного бездорожья. И финны вынуждены были атаковать своих вчерашних союзников и с немалыми потерями с обеих сторон выдавить немцев в Норвегию. В Прибалтике советские армии вытеснили остатки 16-й и 18-й армии в Курляндию, полностью окружив немецкие дивизии. Связь с ними и снабжение поддерживалось морским путем. Но в ближайшие месяцы подводные лодки Балтийского флота начнут, наконец, свободную охоту за транспортами противника. Второй украинский фронт маршала Малиновского полностью вышиб немцев из Румынии и вышел к границам Югославии. В первый же день, когда войска 2-го Украинского фронта вошли в Бухарест, члены военного совета фронта генерал-лейтенант Сусайков и начальник политуправления генерал-лейтенант Тевченков занялись поисками арестованного в Королевском дворце румынского диктатора Йона Антонеску. Под усиленным нажимом советских политработников румынские власти вынуждены были сообщить, что маршал содержится на конспиративной квартире на окраине Бухареста под охраной румынских коммунистов. Вызвав взвод усиленной охраны, Сусайков и Тевченков поехали на окраину Бухареста, где поставили перед румынскими коммунистами ультиматум. Они должны были выдать румынского диктатора советской армии. Румынские коммунисты были согласны сделать это, но они поставили одно условие, чтобы Антонеску не увозили в Москву. Сусайков и Тевченков пообещали им, что этого никогда не будет, и увезли Антонеску на командный пункт 53-й армии. А вечером 2 сентября румынский диктатор в специальном вагоне под усиленной охраной уже ехал в Москву. На Лубенке его долго допрашивали и основательно подготовили для суда румынского народа, который состоится в 1946 году. Антонеску обвинили в военных преступлениях и казнили. Совнарком СССР принял постановление о мероприятиях по восстановлению города Новгорода. Генерал-фельдмаршал Герт фон Рунштетт вновь назначен главнокомандующим немецкими войсками группы армии Запад. 9 сентября в Париже сформировано временное правительство во главе с генералом Шарлем Деголем. 22 сентября главная императорская ставка издала приказ, определявший Филиппины местом решающих боев в судьбе Японии. 25 сентября после долгих размышлений Гитлер объявил своим генералам, что на Западном фронте необходимо будет пойти на риск организации крупного контрнаступления. Меня усиленно занимал другой вопрос. Я очень хотел, чтобы мы опередили русских в некоторых районах Центральной Европы, вспоминал начало осени 44-го года Уинстон Черчилль. Британский премьер оптимистически полагал, что западные армии способны одним броском достичь Берлина, Вены и Праги. В начале сентября союзники были убеждены в том, что немецкое сопротивление на Западе уже сломлено и ничто не остановит англо-американские армии на пути к промышленному сердцу Германии. Разведка представила войска вермахта в качестве разрозненных боевых групп. Действительность оказалась гораздо более суровой, и немецкие войска еще сумеют дать англо-американцам несколько незабываемых уроков войны. 11 сентября в канадском Квебеке началась вторая конференция союзников. Рузвельт и Черчилль обсуждали в числе прочих проблем и план послевоенного наказания и устройства Германии. Осенью 1944 года министр финансов Соединенных Штатов Америки Моргентау разработал план, который должен был определить послевоенную судьбу поверженной Германии. Следуя воле политиков Запада, Моргентау предложил полностью уничтожить военно-промышленный потенциал Германии, превратив эту страну в аграрную зону, в страну полей и пастбищ. Но неуклонно возраставшая мощь Советского Союза, быстрое продвижение частей Красной Армии на Запад привели к тому, что Черчилль, а вслед за ним и Рузвельт, заметим, американский президент, подвергался достаточно сильному давлению со стороны представителей американского истеблишмента. В конечном счете, принять предложение Моргентау отказались. Таким образом, этот план так и не был утвержден. В начале сентября англо-американские войска успешно продвигались к границам Германии. 3 сентября была освобождена столица Бельгии Брюссель, а на следующий день, 4 сентября, один из крупнейших европейских портов, Антверпен, был занят английскими войсками. После расчистки акватории и восстановления разрушенных портовых сооружений, Антверпен превратится в главный порт снабжения союзнических армий. Передовые части американской армии в эти же дни перешли германскую границу в районе города Аахер. Но затем на линии Зигфрида наступление союзников остановилось. Более того, попытка провести наступательную операцию на севере под Арнемом, чтобы обойти немецкие укрепления и ворваться в Германию с севера через Голландию привела к тяжелейшим потерям. 17 сентября в 13 часов союзники начали высадку трех воздушно-десантных дивизий в районе голландских каналов и в нижнем течении Рейна у Арнема. Десант был выброшен в тылу у немцев, вблизи командных пунктов командующего 1-й парашютно-десантной армии Вермахта генерал-полковника Курта Штудента, а фельдмаршал Вальтер Модель едва не попал в плен. Но в целом немцы не дрогнули. Ситуацию слоеного пирога они десятки раз переживали в России и парашютисты союзников оказались в тяжелейшем положении, отражая атаки германских частей. Затем ухудшилась погода. Подбрасывать подкрепление своим терпящим бедствия десантникам англо-американская авиация не смогла. 26 сентября и самый большой оптимист Монтгомери убедился в провале операции и вынужден был отдать приказ об отходе назад за Рейн. Только 1-я английская воздушно-десантная дивизия потеряла более 8 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Успехи вермахта у Арнема и на линии Зигфрида остановили дальнейшее наступление союзных армий и началось долгое и великое стояние на Рейне. С первых дней войны на Восточном фронте советские летчики начали применять такое необычное оружие, каким является воздушный таран. Количество таранных действий в советских военно-воздушных силах, наверное, можно сравнить с числом боевых вылетов японских камикадзе. В Красной армии были такие летчики, которые умели так филигранно, винтом, срезать вражеский самолет, что оставались при этом в живых и возвращались на родные аэродромы. Например, герой Советского Союза, летчик-истребитель Алексей Хлобыстов трижды таранил немецкие самолеты, причем дважды он сделал в одном боевом вылете. А герой Советского Союза Борис Ковзан четырежды таранил немецкие самолеты. В советской авиации были 17 летчиков, которые дважды применяли таран. А единственной женщиной-пилотом в мире применившей таран была наша летчица Екатерина Зленко. Конечно, таран является актом отчаяния, а не свидетельством мастерства летчика. Ни Покрышкин, ни Кожедуб никогда и не помышляли о таране. Имели значение и степень подготовки летчика, и качество боевых машин. И то, и другое выросло к осени 1944 года, и главный маршал авиации Александр Новиков издал приказ номер 014, в котором указывал на нецелесообразность применения тарана, за исключением тех случаев, когда он может рассматриваться в качестве крайней меры. В сентябре Красная Армия вошла в Болгарию и была восторжена встречи на ее население. Болгария была монархией с регентом Филовым при малолетнем короле Симеоне. В годы Второй мировой войны страна входила в коалицию стран Оси-Берлин, Рим-Токио. Болгарский царь Борис III объявил войну Великобритании, а затем и США, но, учитывая настроение болгарского народа, не решился выступить против Советского Союза, с которым Болгария сохраняла дипломатические отношения. Царь Борис III умер в августе 43-го года, но политика болгарского правительства не изменилась. 26 августа министр иностранных дел Болгарии Драганов выступил заявлением о нейтралитете Болгарии и о том, что те солдаты вермахта, которые находились на территории Болгарии и которые откажутся ее покинуть, будут немедленно разоружены. 5-го сентября советское правительство, которое позиция Болгарии уже не устраивала в этой ситуации, направило в Софию ноту, ноту, из которой следовало, что Советский Союз разрывает любые отношения с Болгарией и будет находиться в состоянии войны с ней. 8-го сентября части Красной Армии, части 3-го Украинского фронта под командованием генерала Толбухина перешли румыно-болгарскую границу и, не встречая никакого сопротивления, легко продвинулись вглубь болгарской территории где-то на 65-70 километров. А на следующий день, 8-го сентября, в Софии, в результате вспыхнувшего накануне восстания, пришло к власти правительства Отечественного фронта во главе с Георгиевым. Это правительство немедленно объявило Германии войну. Таким образом, предельно короткая и бескровная советско-болгарская война закончилась. В сентябре советские фронты вошли на земли Албании, Югославии, Венгрии и Чехословакии. В каждой из этих стран русского солдата встречали тепло и с радостью. Не солдат, освобождавший от нацизма, виноват в том, что вслед за ним приходили особые отделы, политорганы и пропагандисты, проводившие чистки и советизацию восточноевропейских государств. Впрочем, к Югославии эти слова не относятся. Лидер югославских коммунистов Иосип Бростита к осени 44-го года был вполне легитимным вождем страны, признанным как Черчиллем, так и Сталином. В конце сентября Иосиф Бростита прибыл на переговоры в Москву. Сталин настолько пленился лихим маршалом, гарантировавшим Сталину нерушимость социалистических преобразований после войны, что Москва сделала специальное заявление о том, что в ходе боевых действий в Югославии после их окончания войска Красной Армии немедленно покинут занятые территории, а вся власть перейдет к представителям Титовской администрации. Главное было то, что Сталин пообещал Тита вооружение для 12 полнокровных пехотных и двух авиационных дивизий. В войска Тита направлялись 200 советских инструкторов и регулярная армия Тита партизанского типа превращалась в регулярное воинское соединение. Таким образом, Тита получал неоспоримое преимущество перед генералом Михайловичем, генералом Львом Рупником и другими противниками социалистического строительства в послевоенной Югославии. В дни, когда Тита в Москве получал от Сталина уроки ленинизма и заверял хозяина в том, что югославские коммунисты ни в чем не будут отходить от советских догм, Третий Украинский фронт маршала Федора Толбухина начал Белградскую наступательную операцию. Продвижение к Белграду подвижных механизированных соединений было почти таким же стремительным, как и Вермахта весной 1941 года. Только наступавшей Красной Армии противостояла не деморализованная внутренними склоками югославская армия, а стойкие германские дивизии, правда испытывавшие острый недостаток в танках и самолетах. Умел воевать маршал Федор Иванович Толбухин, особенно когда мехлисы ему не мешали. В сентябре 1944 года со всей отчетливостью поставил Германию последние черты. Третий рейх лишился поддержки Финляндии, Румынии, Болгарии, объявившей в конце концов войну своему бывшему союзнику. Границы Германии трещали под напором союзных армий и с востока, и с запада. Германские города опустошались тотальными бомбардировками. В этот период, наверное, лучшим выходом для немцев было бы заключение перемирия, чтобы прекратить кровавую самоубийственную войну. Но Германия была отягощена идеологией национал-социализма, и во главе ее стоял Гитлер, с которым большая коалиция не могла бы заключить никакого соглашения о перемирии. Гитлер это прекрасно понимал, и для него Гитлера война должна была продолжаться до гибели последнего немца. 25 сентября Гитлер издал директиву о создании фолькштурма народного ополчения. В фолькштурм должны были быть призваны все мужчины от 16 до 60 лет. Геббельс тут же начал пропагандистскую кампанию. В Вермахт были призваны десятки тысяч подростков и пожилых немцев. Их прежде всего учили обращению с фаус-патроном, оружием, направленным на уничтожение танков противника. Надо заметить, что в рядах фолькштурма в этот период еще наблюдался некоторый энтузиазм, связанный прежде всего с тем, что вера германского народа в чудодейственную силу Гитлера еще не иссякла. Немцы отыгрывались с невероятной жестокостью, неистовством и упорством на варшавских повстанцах. Варшава планомерно разрушалась. Город был окружен плотным кольцом. Уйти из него восставшим было некуда. Жители польской столицы выселялись из нее или безжалостно уничтожались. Красная армия стояла на Висле. Союзники ограничивались разговорами о помощи. Армия Краева, последний оплот прежней Польши, Польши до Второй мировой войны и эмигрантского лондонского правительства, потерпела разгром. Полностью разрушенная Варшава все-таки будет коммунистической и советской. Редактор субтитров А.Семкин